Привет друзья, с вами Страйник, а это халява Теппи Геймс. На этой неделе нам отдают неплохую экономическую стратегию Rise of Industry. Но о ней мы поговорим чуть позже, а сейчас я прошу тебя подписаться на мой канал. Проверь под роликом, какого цвета кнопка подписаться, черная? Срочно нажимай на нее, чтобы стала серой. Каждую неделю я рассказываю про бесплатную раздачу Теппи Геймс, а также прохожу различные игры. Заходи, смотри, уверен тебя что-то заинтересует. Большое спасибо. Ну а теперь к игре. Наверняка, если вы хоть немного интересуетесь играми, слышали про такую градостроительную стратегию, как Сити Скайлайн. Так вот, это не она. Пока у меня скачивалось с Rise of Industry, я думал, что это то же самое, только на минималках. Но как оказалось, это совсем другое. В этой игре мы будем выступать в роли предпринимателя, который хочет построить свою империю и поглотить конкурентов. Развивая свое производство, при старте мы можем выбрать, где мы хотим построить свой штаб. Или по-другому, какую территорию занять. И вот тут уже начинается игра. Необходимо изучить, какие где ресурсы есть и что мы можем продавать в ближайший город. В ближайший город, потому что чем дальше от мест производства будет ездить транспорт, тем дороже нам это будет стоить. Также на карте будет и искусственный интеллект, который тоже будет развивать свою территорию и может всячески нам мешать. Начинаем мы обычно продавать базовые ресурсы, прям на рынок, пытаясь поднять свой капитал. Но нам необходимо постоянно развиваться, строить новые цепочки производства, чтобы получать больше прибыли. Или же просто другие ресурсы на продажу. Ринок не резиновый и если какого-то товара будет много, то цена упадет и вы можете быстро обанкротиться. Для того, чтобы открывались новые предприятия, необходимо исследовать технологии. Исследование также происходит за деньги. Платите какую-то сумму, ждете время и получаете новую технологию. Само дерево развития не маленькое. Помимо открытия новых технологий или улучшения текущих, есть также и другие улучшения, например эффективности заводов. Или же открытие новых дорог, которые позволят быстрее доставлять продукцию. В общем есть на чем подумать. Для того, чтобы появилось еще больше разнообразия, периодически появляются события, которые могут сильно подпортить жизнь. Таким образом, развивая новые технологии, улучшая свое производство, мы можем поглотить других конкурентов. И в этом в принципе вся суть игры. Там есть также развитие города, что-то наподобие небольших квестов. Периодически бывают аукционы, там можно выиграть какие-то приятные плюшки, к примеру право построить возле какого-то города. Так и различные задания на продажу каких-то ресурсов. В целом игра интересна, пока изучаешь все эти цепочки и разбираешься в механике. Но я бы сказал, что это игра на один раз. После того, как мы уже разобрались, как это все работает, второй раз уже не будет так интересно. В самом начале кампании можно выставить различные настройки, которые понизят уровень сложности или повысят его. И возможно там можно собрать какую-то интересную комбинацию. Скажу так, если давно не играли в экономические стратегии или же хотите попробовать, то это неплохой вариант, пока игру можно забрать совершенно бесплатно. Пока разбираешься в игре, как это все работает, достаточно интересно и не так уж сложно за счет удобного интерфейса. Графика в игре мультяшная, достаточно приятная. А и кстати есть русский язык, что тоже добавляет плюсик к этой игре. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Не забывай подписываться на канал. Один клик для тебя, но огромная польза для меня. Также оставляй комментарий об этой игре. Понравилась она тебе или полная фигня? Будет интересно почитать твое мнение. Ну а я желаю тебе всего хорошего, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok